Всем привет чуваки, это ТОП ДОТА. У нас в игре сейчас ничего супер охрененно интересного не происходит, фишки я записывать тоже не хочу, а бич закупка наша ещё подождёт. Так что сегодня решил рассказать вам историю из моего дотерского прошлого, если это можно так назвать. А точнее даже не из дотерского прошлого, а из трейдерского. И о том, как всего каких-то 3 года назад можно было разбогатеть на рарках буквально за несколько дней. Поехали! Хочешь выбить себе аркан на Джаггера? Или может быть на эсэф или фантомку? Заходи на тесте дроп, пополняй баланс старыми ненужными скинами и открывай крутые сундуки, которых нет в доте. У сайта открытый инвентарь, бесплатный кейс каждые 3 часа и куча вкусного шмота. А по промокоду в описании ты получишь плюс 10% к пополнению баланса. И так 2014 год. Тогда ещё не было реборна, тогда ещё в доте вовсю бурлил трейд и тогда ещё даже были ключи, которые ходили вместо валюты. И тогда было очень много не слишком уж прошаренных людей. Было очень много глупых людей и конечно же можно было всем этим пользоваться. Как-то раз я бродил по просторам интернетика и наткнулся на программу Inver, точнее на её группу в ВК. Суть этой проги была в том, что вы могли просканировать любой паблик в стима, любой чат доты, просто какой-то список профилей и программа вытаскивала оттуда всё содержимое инвентарей. Ну точнее она не вещи вам в инвентарь магнитом затаскивала, а данные об этих инвентарях она парсила в какие-то определённые файлы и вы потом могли всё это сортировать, смотреть и изучать. Например можно было посмотреть, что вот у этого челика есть ДК-хук, у этого челика есть 5 аркан, у этого ещё что-то. Кроме этого было видно даже сколько юзер потратил времени в каких-то определённых играх, сколько он играл в кс-ку, сколько в доту, ну и вообще вся публичная информация которая у него отображается там была. И прошаренные челики с помощью этой штуки творили настоящую грязь, зарабатывая себе неприлично большие суммы денег. При этом никто никого не взламывал, никто ничего не воровал, никто никому не угрожал и вообще ничего незаконного не происходило. Всё было намного проще. Просканировав какую-нибудь группу, у вас в руках были данные о десятках тысяч инвентарей и отсортировав их определённым образом можно было найти таких ребят, которые вообще нихера не понимают ни в предметах, ни в трейдах, ни вообще ни в чём, но при этом носят у себя в кармане какую-нибудь очень дорогую шмотку, которая возможно выпала им с паблика, упала за уровень, да тогда ещё падали трейдовые вещи с паблика и тогда ещё давали шмотки за уровень. И дальше вы просто добавляли целую кучу таких ребят и начинались с ними дружеские так сказать беседы. Можно было чутка поболтать о чём-то там, перекинуться парой слов, спросить за кого чувак любит катать, потом туда-сюда, ух ты надо же какое совпадение, у меня вот как раз мистический сет на этого героя за которого ты так любишь играть. Давай мистикл на мистикл, равноценный обмен с тобой сделаем. Ну и таким образом выменивали у людей например контусы на джиггернаута, которые стоили по 10 тысяч рублей. Вообще просто дорогущую годноту выменивали на всякий мусор. Вот вам например скриншотик из темы в которой трейдеры хвастались своим уловом. Это первый попавшийся если что. И знаете что здесь самое забавное? По сути то в таком раскладе все оставались довольными. Ничего не шарящий чел реально получал шмотку на любимого героя и кайфовал от неё, а трейдер получал профит. По-моему это замечательно. Проигравших сторон здесь попросту нет. Конечно до тех самых пор пока юзер не узнает сколько стоила шмотка которую он отдал. К слову стоить она могла как новый айфон. Ну и вот скажите вы бы стали таким заниматься или нет? Под прошлым роликом многие из вас писали что даже 322 матчи это вполне в нормах морали. Так что интересно что вы скажете на это. Вроде как вполне безобидная схема заработка. Если кому то интересно я таким тоже занимался, но не долго. Не успел я себе заработать миллионов. И даже на новый айфон не заработал. И на старый айфон не заработал. И даже на разбитый экран айфона мне бы не хватило. Но зато было весело. Особенно весело было читать эту тему. Там некоторые ребята реально курьеров по несколько десятков тысяч рублей выменивали. Это просто жесть. Даже не представляю какое удовольствие они испытывали когда нажимали подтвердить обмен. Такая вот история. Длилась вся эта тема недолго, буквально через годик ввели реборн, с трейдами тогда тоже что-то намудрили и в паблике перестала падать годнота. Ну и тема вся эта сдулась как вы понимаете. Теперь все зарабатывают, даже не знаю на чём, кейсы может быть открывают. Ну и спасибо за просмотр, пойду пилить для вас бич закупку. Подписывайтесь, чтобы её не пропустить. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok